всем добрый день на связи александр янюк я рад вас приветствовать на сегодняшнем обзоре фьючерсного рынка сегодня мы поговорим о PMI это предварительные данные о деловом цикле за июнь которые аналитики ожидают что вырастут также по поводу решения о процентной ставке банком новозеландии и ввп в сша основные новости сейчас в мире это то что южная корея официально объявила что у них началась вторая волна карантина вторая волна коронавируса а также о том что количество больных все больше и больше давайте обо всем по порядку начнем мы с валютного рынка на этой неделе я говорил обращаем внимание на данные PMI которые будут сигнализировать нам о том насколько быстро восстанавливается экономика потому что сейчас в основном инвесторы смотрят не на то восстанавливается ли она вообще она и восстанавливается по сравнению с предыдущими периодами но насколько быстро происходит это восстановление насколько быстро все вернется к предыдущим состоянием поэтому эти данные будут существенными на этой неделе европейская валюта учитывая переизбыток ликвидности долларовой ликвидности имеет шансы еще подорожать вплоть до предыдущих уровней объема предыдущих это те которые были на предыдущей неделе это у нас практически отметки 114 если же американская валюта продолжит укрепляться то у нас последует вот такое снижение то есть сюда мы уже не дойдем поэтому стоит обращать внимание как раз таки на спекулятивные позиции никаких пока что среднесроков пока непонятно с тем евро кстати еврокомиссия не заседали по поводу того выделять 750 миллиардов евро на стимуляцию экономики на поддержку экономики или нет пока что с этим идут заминки то есть вроде бы как утвердили уже начали печатать но появились некоторые трудности поэтому это все и вносит некую неопределенность по поводу будущего ценообразования европейской валюты судя по давайте посмотрим соотчеты что там происходило судя по соотчетам у нас позиция хеджеров еще сильнее упала то есть они еще глубже вошли в шартовую позицию это нам как раз таки говорит о том что потенциал восходящего движения он ограничен если говорить об швейцарском франке то у нас здесь боковик и на этой неделе будет будет отчет по финансовой политике национальным банком швейцарии и вот как раз таки я думаю что этот отчет станет драйвером для дальнейшего движения то есть для выхода из этой консолидации я же рассматриваю выход из консолидации вниз давайте посмотрим что думают крупные хеджеры крупные участники на этом рынке они усилили свою лонговую позицию то есть если у них до этого была чистая шартовая позиция минус практически 8000 то сейчас это минус 6000 вот то есть немножечко ситуация улучшилась но в целом я все равно рассматриваю швейцарский франк вниз short приоритет вплоть до обновления вот этих предыдущих low с которых был старт судя по динамике австралийского доллара новозеландского доллара и канадского доллара все сырьевые активы двигаются плюс минус одинаково здесь даже трудно отличить сам график где как он находится поэтому я считаю что они в основном двигаться за долларом точнее у них обратная корреляция с индексом доллара если индекс доллара продолжит укрепление то и они смогут пробить свои локальные минимумы и уйти пониже давайте посмотрим на сот отчеты судя по сот отчетам хеджеры еще сильнее ух сильно сильно уменьшили свою позицию лонговую то есть если до этого по австралийцу лонговая позиция была 40 тысяч контрактов у хеджеров то сейчас это только 5000 контрактов это опять же говорит нам о том что вот то восходящее движение вяленькое она уже закончилась его уже не будет то есть помните мы вот здесь говорили о том когда вот тут где-то когда позиция хеджеров начала уменьшаться то чаще всего происходит вот такая штука вялая какой-то вялотекущий такой рост и после этого идет смена тенденции но здесь все произошло намного быстрее то есть они скинули 40 тысяч контрактов практически за одну неделю поэтому мы и не увидели вот этого вялотекущего состояния оно вот так сейчас произошло поэтому по австралийцу точно так же как и по евро восходящий потенциал он ограничен и стоит присматриваться к шортам мексиканский песо по мексиканскому песо тоже хеджеры сбрасывают лонговую позицию она у них уже шортовая уже все то есть вот тот набор вот то сбрасывание которое было они же даже вошли вот под положительную область то есть более шесть пяти тысяч контрактов здесь 7 7 тысяч контрактов было в лонг но сейчас это все распродали и как раз таки идет не только фиксация прибыли но еще и и переворот шорт стоит ли говорить сейчас о том что по всем валютам будет происходить разворот может быть они что-то то знают следим за крупными участниками следим за их позициями и принимаем тоже похожие решения поэтому по мексиканцу шорт приоритет но здесь как-то и точки тоже не нарисовалась здесь мы далеко и от уровней объема ближайших и вот чтоб перебить локальный максимум достаточно далеко поэтому мексиканец пока не трогаем по японской и не она единственный кто единственный из активов фьючерсного валютного рынка который держится в районе локальных максимумов и это и говорит нам о том что на рынке ожидается турбулентность если на фондовом рынке произойдет коллапс да то доллар спрос на доллар и сильно вырастет все же торгуется в доллар акции продаем это спрос на доллар покупаем облигации это спрос на доллар нужен будет так вот если будет расти спрос на доллар то остальные активы против доллара будут снижаться есть высокая вероятность что как раз к такому сценарию и готовятся крупные участники мы видим что по всем валютным фьючерсом они сократили свою лонговую позицию так новозеландец я даже особо смысла не вижу смотреть но на этой неделе будет заседание будет решение по поводу процентной ставки здесь может быть что-то интересное и в принципе да посмотрите было 11000 контрактов а сейчас почти 3000 контрактов то есть тоже сократили свою позицию и сейчас она уходит все более шертовую область вот хорошо по новозеландцу есть британец от британец интересно по британцу интересно потому что падение не такое большое и у нас до сих пор чистая лонговая позиция среди хеджеров да то есть на предыдущей неделе мы с вами говорили о покупке от уровня объема так как раз было во время нашей трансляции вот здесь он отошел и сейчас в принципе мы тоже подошли к вот той области которой мы говорили в пятницу до на который стоит обратить внимание здесь особо поддержки со стороны лимитных покупателей не было но я думаю что еще будет тест этой области и мы сможем как раз таки зайти плюс-минус от этого уровня посмотрите опять же как четко работают уровни объема до пробой ретест поход вниз и от этого уровня вверх то есть уровне объема на британца отлично работают судя по сот отчетам хеджеры немного уменьшили свою лонговую позицию то сидит фиксация прибыли но не так агрессивно как на австралийцы новозеландцы поэтому британский фунт в ближайшее время это сильный актив для меня если вы торгуете парный трейдинг то британский фунт это лонг а например австралийский доллар это шорт и последний валютный фьючерс это у нас канадский доллар аналогичная ситуация давайте посмотрим также они изменили свои настроения ну тоже идет фиксация прибыли то есть 10000 контракта было закрыто но как-то не супер не супер много то есть на предыдущей неделе там практически ничего не изменилось на тысячу контрактов как-то поменялось но это несущественно поэтому канадский доллар он тоже в перспективе силен лонг приоритет я думаю за счет того что нефть держится на еще достаточно высоких уровнях и это как раз таки а является отличной поддержкой для канадской валюты по поводу сырьевого рынка пятницу на трансляции мы с вами говорили что стоит смотреть в шорт до закрытия американской до закрытия рынка вот эта ситуация у нас и произошла то есть у нас произошла фиксация прибыли у нас произошла коррекция достаточно быстрая существенная вот и если посмотреть на дневной таймфрейм то как раз таки произошло то о чем мы говорили это у нас свеча закрылась с достаточно большим объемом в верхней части свечи это нам говорит о том что потенциал движения вверх он ограничен и мы с вами говорили почему он ограничен хранилища заполнены добывают много то сейчас соглашение придерживаются на 87 процентов все равно не на 100 это не на 100 то есть рынок поступает больше нефти чем ожидал чем ожидал рынок поэтому это дополнительное давление плюс спрос не так быстро растет на секундочку то есть если сравнивать с спросом в мае в апреле туда он растет он растет сильно но если сравнивать с аналогичными промежутками времени в прошлых годах то он падает спрос снизился поэтому я считаю что чем дороже будет нефть тем меньше будет спроса потому что зачем покупать нефть по 40 к примеру если можно использовать запасы которые были накоплены в период дешевых цен и как раз таки это и будет формировать ценообразование на ближайшее время как я говорил это флэтовое движение даст с обновлением локальных максимумов минимум пробоев границ но как раз таки там в этих областях и будет появляться и чуть-чуть объемы будут появляться дивергенции это будет отличным временем для торговли для принятия торговых решений давайте вот посмотрим на более мелком таймфрейме был ли там сигнал нет все таки нет то есть вот здесь у нас была небольшая дивергенция ну как вот тут принципе этой дивергенции сложно назвать потому что кумулятивная дельта по объему падала вот здесь сильно упала но и по количеству тиков тоже упала то есть это такая не совсем дивергенция должно быть четкое расхождение мы должны видеть что один показатель растет а другой четко падает по нефти я придерживаюсь все того же плана это локальные шорты потому что мы как раз таки находимся вблизи максимума за последних несколько месяцев вынос этого максимума не исключен поэтому здесь стоит быть аккуратным стопор дирает все понятно я думаю для вас так золото золото обновила свой локальный хай то есть пятницу вот этот тренд начался и посмотрите вот здесь есть интересная ситуация если посмотреть кластерный график то в районе 1758 кто-то выставил огромные лимиты и удерживал цену то есть он накапливал позицию этим самым каждый раз когда цена делает новый импульс вверх этот импульс легко затушить если нету поддержки со стороны лимитного покупателя здесь эта поддержка была очень явная он длительный период удерживал цены удерживал цены зачем набрать себе позицию да дальше она пошла не в его сторону уверен что он здесь в принципе подбирал потому что кумулятивная дельта по объему все дальше и дальше падала но вуаля вот дальше рост и этот рост с 58 до 76 как бы неплохо сходил актив учитывая то что это была позиция просто через выходные и здесь вот тоже произошла аналогичная ситуация что у нас это обозначает если у нас ярко зеленые это нам говорит о том что кто-то удерживал цены от роста то есть кто-то поставил лимит на продажу тем самым он разгрузил свою позицию а кто-то это все выкупил то есть сейчас идет игра крупных денег на текущих уровнях это конечно с большей вероятностью как раз таки будет происходить импульсное движение будет происходить что-то очень быстро и поэтому и позиции разгружаются загружаются очень быстро я считаю что золото в ближайшей перспективе и дальше будет снижаться то есть золото интересно в плане как защиты от инфляции но в мире дефляция уже усредненная вот эта инфляция указывает на то что все уже дефляция во всем мире кроме как британии это первое второе золото это как бы защитник от падения фондового рынка но нет корреляция указывает на то что золото не является защитником золото это защитник от инфляции это просто как балансировка портфеля так вот я веду к тому что золото сейчас перекуплено и даже джипи морган они вот в субботу или воскресенье выпустили апдейт по своим рекомендациям и золото там рекомендации они изменились hold на buy поэтому они считают что в ближайших 6 месяцев золото будет дорожать его нужно покупать но когда все покупают но за счет чего она будет расти кто-то же им продает правильно так вот я веду к тому что спекулятивно буду рассматривать золото шорт каждый раз когда будут появляться интересные точки входа в шорт я буду ими пользоваться с расчетом на то что они станут среднесрочными позициями по биткоину аналогичная ситуация единственное что он не сделал такого импульса вверх как золото но в целом он двигается в нисходящей тенденции скоро у нас экспирация фьючерсных контрактов поэтому это добавит волатильности на рынок которая как мне кажется уже растерялась просто многие инвесторы они ушли с фонд ушли с криптовалютного рынка на фондовый рынок потому что там и движение поярче и объемы побольше но все-таки ликвидности на фондовом рынке побольше и сейчас криптовалютный рынок как бы путих я считаю что текущий баланс очень хрупкий и мы его нарушим нарушим его где-то на плюс-минус до 88 100 в этот диапазон если говорить о спот рынке то лимитное предложение намного больше чем лимитные покупки ближайшие это я говорю о ближайших пяти процентах ну и мы видели вот этот вынос вот этот вынос то есть все эти импульсы не было это они не были не получали поддержки со стороны лимитных покупателей не было дальнейшего развития со стороны маркет покупок я считаю что текущее время это у нас время дистрибьюции то есть у нас идет как раз таки разгрузка позиции распределение объема ну и после распределения чаще всего происходит движение вниз так и интересная ситуация здесь у нас по меди то есть медь нарисовала первую сигнальную свечу о том что вот-вот где-то близко уже разворот посмотрите на открытый интерес к которой активно снижается за месяц до экспирации контракта и также посмотрите на вот эту свечу где у нас до побольше объема сосредоточена как раз таки в верхней части но здесь это не самое главное здесь самое главное вот эти накопления крупные на локальных максимумах вблизи уровня объема лично я буду рассматривать внутри дневные спекулятивные трейды в шорт от уровня объема здесь вот сейчас чуть позже переключусь на меньший таймфрейм и также от верхнего уровня объема не исключая обновление предыдущего максимума поэтому и входы буду делать скажем так тестовая да то есть зашел если с коротким стопом выбило ну окей тогда перезайду чуть повыше но в целом сейчас учитывая то что уже выходят хорошие данные о восстановлении экономик я думаю текущее время благоприятное для участников рынка разгрузить позицию плюс если посмотреть на хеджеров давайте мы посмотрим агрегированный отчет то они еще больше снизили свою лонговую позицию то есть они вот здесь накопили ее и сейчас идет планомерная разгрузка то есть крупные спекулянты фонды они работают в лонг они работают по тренду да но хоть же это те ребята которые соприкасаются с товаром и те ребята которые понимают что ждет и в будущем и они сбрасывают они заходят шорты так по сырьевому рынку принципе все остался фондовый рынок то что вторая волна коронавируса то что социальная напряженность то что не знаю монетарные стимулы новые это все уже давно учтено в цены поэтому я считаю что в ближайшее время основным драйвером на фондовом рынке как раз таки будет сезон отчетности то есть такие компании популярны как nike который компанию которую очень любят молодые люди она будет нам показывать на то отчет их который будет на этой неделе будет говорить нам насколько сильно сильно покупательская способность молодых работящих людей первое второе это то что в основном сейчас растут компании технологические это это тоже циклический да этот цикл цикл технологий дальше пойдет реальное производство потому что сейчас реальный сектор страдает он падает падает в основном это ритейл сектор которые занимаются продажи в магазинах падает промышленность растут компании которые продают товары для активного отдыха кстати внутренний туризм он он сейчас очень популярен на секундочку растут акции компании дилеров поддержанных автомобилей а вот компании которые чаще всего считаются во времена кризиса защитниками да это связь это коммуникация они сейчас как раз таки падают почему падают потому что они потеряли огромный процент доходов со стороны людей которые пользовались роуминга вот вот такой неочевидный факт вроде почему этот оператор акции этого оператора должны падать люди же не перестали звонить люди начали больше звонить пользуются интернетом дома сидят но на самом-то деле во-первых дома сидят пользуются провайдером вай фай все дела во вторых роуминга нет и это как раз таки сильно бьет по ожидаемым доходам так вот на фондовом рынке на фондовом рынке я считаю что назрела коррекционное коррекционное время то есть назрело время падений то что мы видели вот этот ралли это была попытка вот здесь попытка ритейл трейдеров еще заработать они начинали покупать вот здесь и сейчас в принципе они находятся не в самом хорошем положении если начнет продолжится точнее вот этот импульс вот это падение то они почувствуют боль и соответственно будут распродавать свои активы что только усилит давление на цены но эти активы как раз таки будут распродаваться кому будут распродаваться более сильным рукам и обновление вот этих локальных минимумов будет сигнализировать нам о том что в основном спекулянты уже вышли вот здесь уже будут работать крупные участники лимитно они будут подбирать объем так по фондовом рынку жду дальнейшего снижения работать буду в шорт работать шорт буду опять же спекулятивно буду рассматривать парные трейды между вот нас таком и например между smp которые более диверсифицирован до технологические компании это круто но не стоит забывать что 40 процентов капитализации нас так это там топ-5 топ-6 компаний они завязаны сильно на китае если пойдут новые вспышки в китае если вот южная корея уже подтвердила если китай тоже вдруг закроется на локдаун снова то технологические компании пострадают еще сильнее тем самым потому что у них производство там на секундочку и тем самым nasdaq будет двигаться хуже чем весь рынок весь рынок он поддерживается со стороны государства а вот в китае те те компании которые имеют производство в китае они не так сильно защищены так ну плюс стратегия да с рассолом рассол против smp каждый раз когда рассол будет отдаляться от smp это что-то не то секунду не догрузил вот каждый раз когда рассол будет отходить от smp более чем на 5-7 процентов эту ситуацию я буду рассматривать для того чтобы работать на схождение в принципе все единственное что еще интересное это то что по пшенице все-таки пошли на обновление локальных минимумов и то есть это очень хорошо я очень рад потому что где-то вот здесь по 11 до вот тут я рассматривал покупку путь опциона с экспирации в декабре но он тогда стоил чуть как-то дороговато как для одной торговой идеи поэтому я решил мы тогда решили вместе в прямом эфире что стоит все-таки подождать обновление локального минимума и там уже присматриваться к этой покупке поэтому я считаю что на этой неделе уже и буду реализовывать там и цена уже поинтересней и потенциал не изменился плюс со стороны хеджеров снова вас начались покупки то есть они усилили свою позицию с 22 тысяч контрактов до 36 а если смотреть в период всего вот этого падения с начала апреля то у них была чистая шартовая позиция 28 тысяч контрактов сейчас чистая лонговая 36 тысяч контрактов это там 60 64 тысячи контрактов перевернулись я веду к тому что в ближайшее время хоть и прогнозы очень оптимистичны по поводу урожая но зачем тогда они покупают будем смотреть по факту на текущий момент интересная ситуация с покупкой пшеницы учитывая то что они могут сильно провалиться то непонятно куда ставить стоп соответственно лучше использовать опционные конструкции на этом все буду прощаться всем хороших торговых будней сказал все то что да что планировал посмотрите еще мазут там аналогичная ситуация как и по нефти даже чуть-чуть поинтереснее за счет того что он обновил свой локальный максимум хорошо обновил на этой неделе у нас да хорошо все не буду уже больше затягивать всем счастливо удачных вам трейдов до встречи на следующих выпусках пока